Всех приветствую на своем канале. Это у меня обзор будет посвящен моему содержимому вот этой теперешней сумочке. Был у меня видос на канале посвященный этой же другой сумочке, скажем так, первый видос обзора содержимого сумочки, но типа АСМР. А это мне попросили в комментах как-то сделать такой же повтор, но не АСМР, а нормального громкого такого типа. Я все собиралась посмотреть тот видос у меня про эту сумочку, что там и как, но у меня руки так и не дошли. Зато дошли накрасить ногти. Браслетик даже дошли одеть и в общем колечко. И вот я такая гламурненькая и в общем будет это видос просто обзор от другой уже сумочки. Вот такая у меня сумочка. Осенью 2014 года я ее купила в Медведково. Вообще она мне вышла тогда в скидку, так сказать. Кажется, в видео про сумочки или еще где-то я, наверное, говорила про эту сумочку. Каким образом она мне досталась. Что-то она 430 или как-то так стоила. У меня даже, по-моему, чек в кошельке от этой покупки, потому что кошелек вместе с этой сумочкой брался. Все еще лежит. Что у меня тут? У меня тут есть вообще в этой сумочке одно большое отделение, кармашек на змеечке и два таких кармашка, типа как под телефонную. Ну вот такие, которые раньше кирпичиками были. Вот такая вот у нас ремешок, который можно подлиннее сделать или чуть покороче. И змеечка. В общем, змеечка. Змеечка, вон, уже, смотрю, слегка пообтирается. Это такая, типа, посеребряное покрытие. Там под ним такое позолоченное, типа, покрытие. Ну, на самом деле, наверное, медное или что это. Почему-то у меня в сумочке есть ключи. Ключик от запора, от этого, от моего велика. Домофонный ключик, ну и прочие всякие ключи. Еще он, этот, подвеска с кукишем. И Гансен Роуз, 100-летней давности, типа, этот самый брелок. И дальше кармашек пустой. Иногда в этот кармашек еще что-то суется. В другом кармашке, в одном кармане, вошь на архане. В другом кармане блоха на цепи. Вот что-то такое бабушка с дедушкой говорили. Я, возможно, что-то немножко перепутала по поводу того, на чем вошь сидит. В общем, у меня здесь вот такой гребешок из вишневого дерева, который я на Али как-то заказывала за 30, что ли, рублей. Еще тогда с Женькой общалась, а с Левого берега у меня была подружка такая. И что-то я прикола ради, ну, показала. Я ей думаю, дойдет, не дойдет, не дойдет. И ладно, что там 30 рублей. И он внезапно пришел, китайский такой гребешок, очень-то же хороший. У меня ломается моя, по-моему, фрошевская щеточка деревянная, к сожалению. Я ходила, когда тут по мелким покупкам, необозреваемым, на этой неделе по магазинам, хотела себе посмотреть деревянную щечку и забыла. Еще у меня здесь вот есть бальзам для губ. Вообще у меня там какой-нибудь бальзам для губ всегда имеется. В этот раз у меня вот, как подарили. Бальзам для губ Невея японский деликатсион дроп. Капля, деликатесная капля, скажем так, грейтпрута и мята. Вообще, который пахнет, как лимончик. На самом деле у меня сейчас другой совершенно. Кстати, вот все из одной посылки от одной Алены с Украины. Вот этот японский, вот я им пользуюсь стабильно, когда куда-то выхожу. Или так иногда, иногда даже дома. Так. В общем, он у меня лежит стабильно в сумке. А сейчас на мне клиник какая-то карандашиком такая помадка. И поверх еще капризовый блеск. В общем, так. Вот здесь еще у меня лежит уже такая грязненькая. Очки протирать такая фигня. Она мне когда-то в подарок пришла с Light in the Box. И такую же я еще отдала Маше своей подружке. Но я не знаю, она у нее живая или нет. Несмотря на то, что она такая уже серенькая, видавшая виды, да, она вполне себе очень хорошо чистит очки. Фиг знает, из чего я там такая мягкая. Так, еще у меня здесь есть зеркало. Ну, что еще в сумочке должно быть зеркало, да? Это подарок от подписчицы Натальи из города Киемры. У Аленки похожее зеркало тоже с чем-то вот таким есть. Ну, в смысле, вот там может другой рисунок. Вот. Я даже на себя посмотрела в зеркало. Причем, вот такое замечательное зеркало у меня тут. Что у меня тут еще? У меня еще есть кусачки. У меня одни кусачки на столе в комнате. В моей, типа маленькой комнате, так сказать, лежат. А другие я специально покупала, потому что у меня было двое кусачек. Они откинули коньки благополучно. Это вообще, как называется, вроде клипер это называется. Это я покупала у нас в Кадо, когда я еще работала. Там, напротив, в магазине у своей сестры одежды в прошлом году. Это у нас тут Элис Косметик, по-моему. Что-то такое, в общем. И тут еще маленькая копилочка. С такой фигнюшкой, наверное, можно там что-нибудь ей прорезать или еще не знаю. Ну и тут как бы такое вот колечко можно прицепить к ключам. Но на самом деле у меня только просто в кармашке лежит. Так, что-то еще. А, тут самый еще, смотрите, тут где-то, ну, не знаю, одна треть или одна четверть осталось. Как вот, у меня в зеленой тогда сумке из центра купленной была такая рюкзачком. Обзор, кажется, в обзоре она тогда была вот в первом. Это еще у моей сумочки. У меня там была вот эта тигровая мазюка, которую мне потом попросили отдельный обзор сделать. В общем, вот у меня она еще жива. Вот так мы обратно это сейчас закинем, чтобы оно у меня не потерялось. Еще знаю, что у меня есть животное, которое может заиграть, поэтому лучше убрать сразу. Так, в другом кармане на змеечке у меня есть. О, не знаю, как среагируют некоторые люди. Перцовый баллончик, вообще я его в свое время купила в зоомагазине. Для защиты от больших бешеных собак, которые у нас тусили на механке. Вот сегодня, когда я ехала в цветочный крадни, стояла на остановке, и как раз эта собака, которая то появляется, то куда-то исчезает, которую стабильно некоторые на других натравлюют, она меня кусала, кусала детей, которые учились в доме творчества, у моей тогдашней подружки Женьки, кусала мою родню. Мне повезло больше, меня просто не прокусили через штаны. Ну, просто она вот так вот подходит сзади человека, идет человек, стоит сзади, ну, именно сзади, подходит так и просто открывает пасть, кусает заново, ей кофе с дымом. Вообще непонятно, что за собака, ты даже можешь ее не видеть. В общем, вот таких вот особей. У меня газовый баллончик. Что у меня тут еще? Что у меня тут еще? У меня тут еще есть, не поверите, флешка. На 8 гигов HP. Я, наверное, что-то куда-то кому-то носила, и я про нее периодически забываю. Она вот ее выну, потом посмотрю в компе, что у меня на этой флешке. У меня есть ручка. Подарила мне ее мамина подружка. Она уже такая, видавшая виды, стертенькая. На 70 лет победы в 2015 году, и она все еще живая. Я ей подписываю бумажки на получение посылок, когда бываю на почте. У меня тут есть ампула. Магниосульфат 250 мл, 5 мл чего-то там, до апреля 2019 года. У меня есть тут панкреатин. Три таблетки. Я периодически его покупаю, когда у меня там слегка проблемы с пищеварением. Меня там под видео с платьями как раз буянили люди, что мне надо похудеть. Но я сказала, что у меня технические проблемы бывают с желудком. Кому-то кефир помогает, а мне панкреатин иногда. У меня тут есть, не поверите, текст этой моей роли. Наташей подписанный Тай-1. С листочком, который Тайка Ольга. В конце этого самого там выступления нам вообще дали, по-моему, я была на предпоследней генеральной репетиции. Мне вот ее выдали, типа вот это в конце будет. Я там один раз прочитала чисто уже перед выступлением. Лежит он у меня, потому что у нас еще два выступления будет. Я вообще, знаете, этот чисто плейлист сделала на канале, чисто чтобы туда, ну, как архива ради, вот чтобы было заливать. Я даже не предполагала, что-то люди будут смотреть. Но, конечно, сначала люди словесным поносом плевались, а вот ранее я там вот эти ранние видела. А потом вдруг внезапно больше положительных комментариев стало, особенно под последним видосом. Я когда его монтировала, я его не смотрела. Я не полностью этот спектакль вообще не видела. Ну, когда ты стоишь за ширмой, а люди выступают, ты по-любому не видишь, как это происходит. Ну, и я как-то на репетициях, учитывая, что конец спектакля у нас написался где-то вот в последних числах, как, скажем так, перед выступлением в середине декабря, в последних числах декабря, в середине декабря, наверное, дописался он, то как бы полноценно я вот только, наверное, две трети однажды прослушала, ибо как-то вот так получилось, обычно меня раньше отпускали. Я к тому, что я как-то это, ну, вот выступать мне нравится, смотреть это нет. И как это люди смотрят, для меня загадка. В общем, у меня тут и есть крем для рук. У меня до этого другой был крем для рук, в пустых баночках до декабря он обозревался. А это у нас Кларис, Париж, крем для рук с экстрактом листьев лимона, крем для рук и ногтей. Тут у нас, что вообще тут написано? Ух ты, 18 месяцев после вскрытия. И 30 миллилитров, сделан во Франции. Это мне подписчица, ну как, она официально не подписчица, она просто зрителя, у нее нет аккаунта на Ютубе, но ВКонтакте она есть. Ирина, в общем, мне присылала. Скорее даже она, когда приезжала ко мне на встречу в реале, Лёля и зритель, есть там видос, правда, от самой Ирины там, может, кусок руки, потому что она в камеру не захотела улезать. Ну, дело личное, да. В общем, она мне подарила там подарок косметическо-сладкий. И вот там как раз вот был вот этот крем за рук. В общем, крем за рук. Стабильно в сумке носится это у меня. Бифидум бактерин. Иногда я имею свойство травиться продуктами или подхватывать какой-нибудь ротовирусный. Ну, и вот просто моя родня считает, что оно должно быть всегда. Да, я как-то купила. Вот, ну, 263 рубля стоит вот такой маленький пузырёчек 30 капсул. Я специально просила что-нибудь такое, ну, чтобы не вот в этих стеклянных ампулах, которые заколебёшься, открывать. И внезапно у меня есть кармашка, где ключи выпало вот. Обычно оно там где-то лежит. Какая-нибудь помадка у меня всегда с собой таскается. Сейчас у меня таскается с собой помадка Фаберли, которую мне Аленка подарила. Номер 4585. Я вообще не очень как-то Фаберлик, но некоторые вещи у них вполне ничего такие. Очень редко наметка. И, в общем, вот такая вот помадка. Она у меня, я думаю, в этом месяце закончится. Я надеюсь, ее в пустых баночках обозрел. Она мягкая, очень хорошая. Она носится без всяких там бальзамов. Увлажняет хорошо губы. Ну, и мне нравится, в принципе, такой вот, примерно такого цвета-цвет, скажем так. Ну, и да, лак у меня на ногтях тоже от Аленки. Вспомнить бы, как ее там Ева Мозаик, который, подозреваю, будет в пустых баночках уже в этом месяце. А, что тут у нас еще? А, у меня тут есть бумажка. Когда мы еще в мае, кажется... Да, в мае как раз купила Верлик, кажется, была в Ярике в мае. Наверное, в мае. Была в Ярике в этом с Аленкой и Настей Лукьяновой заходили. Мы там в Ауру. Я заходила в мастер, в спортмастер, точнее. Мне там выдали клубную карту. Но почему-то они не подождали, когда я ее заполню. Эту бумажку выдали, бумажку не взяли, там мой телефон. Короче, бумажка, которую я должна была заполнить. Прийти в этот спортмастер, выдать им эту карту, эту бумажку. Тут еще кусок моего адреса. Даже дата заполнения 21.06. За подписью. Но что-то как-то, хоть я и была в Ярике, как-то я до мастера этого не дошла. В общем, у меня-то она так в сумке и валяется. Тут у меня есть наушники, которыми я вот как-то в прошлый год вообще практически очень редко пользовалась. Но они у меня так в сумке и болтаются. Вообще, это гарнитура от телефона. Вот от этого. Алькателевский. Который стабильно в сумке таскается, но он как бы вынимается, потому что я им еще как бы и вне сумки пользуюсь. У меня тут очередная бутылочка с водой. Пилигрим, талая вода, дедники Северного Павказа, газированная 0,5 литра. На самом деле, тут уже давно не газированная, а просто обычный кипяток. Так, что у меня тут еще? Вообще, чем меньше сумка, тем она бездоннее. У меня тут есть вот кошелек, как раз от этой сумки вместе покупался. Я тогда его за 200 тысячи покупала. Это кожа красный, красная кожа, скажем так. Астра. В Австрии оно сделано было. Я помню, когда купила этот кошелек исключительно. Я, во-первых, думала, что все кошельки дорого стоят. Оказалось, просто он кожаный, поэтому он стоил 2 тысячи. Ну и у него было очень много и вообще есть. А тут моя маман. Не особо вам это надо. Ну, скажем так, у него очень много отделений. Я вообще люблю кармашки и много отделений под всякие эти скидочные карты, которых у меня что-то сверх дофига. В кошельке там полтора землекопа. Еще у меня тут есть платочек с обезьянками. Ну, понятно, сопливчик такой, да? Все, вроде все, я достала все, что можно у меня тут было обратно нахуй убрать. В общем, вот такой у меня сумка-содержательный обзор. Кстати, очень удобная сумка. Сюда еще зонтик помещается. У меня ивановский зонтик есть такой складной. Правда, сейчас у нас как бы зима, хотя стабильно то снег, то дождь. Сегодня утром был вроде как... Ночью был вроде как дождь. Утром был вроде как снег, сейчас не пойму, что вообще. Ну, и я зонтик как бы вытащила. Поэтому она у меня чуть более свободная, чем обычно, чем в другое время года. Ну, в общем, она мне нравится. Очень удобная сумка. Возможно, там чего-то не хватает. Возможно, ну, вот. Так и надо. Флешку я все-таки достала. Надо будет глянуть, что на этой флешке. В общем, наверное, такой у меня обзор. Всем спасибо за просмотр. Ну, и до новых встреч. Будут еще видосики, наверное, уже на следующей неделе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok